Можно ли открыть свое дело? Этим вопросом сегодня задается все большее количество россиян. Оно и неудивительно, ведь статус бизнесмена весьма престижен. При этом появляется возможность заниматься тем, что тебе по душе. Наш следующий материал о том, реально ли в условиях Крайнего Севера, имея небольшой стартовый капитал, стать успешным предпринимателем. И о тех, кто в этом может помочь. Именно так выглядит полная уборка жилого помещения. Очистка радиаторов с помощью парогенератора, влажная уборка стен, мытье стекол, кафеля и бытовой техники. До недавнего времени в окружной столице не было компаний с таким широким ассортиментом клининговых услуг. Отсутствие в Нарьинмаре конкуренции сподвигло Сергея Широкова открыть собственное дело в этой сфере. Была идея, хотелось понять, как делает это нормальный клининг компании. Я нашел компанию «Эксперт Клининг» и списался с основателем компании. Съездил к ним на обучение и посмотрел все нюансы, тонкости клининга. Большой клининг компании и начал этот опыт использовать здесь. Закупив оборудование, молодой бизнесмен оформил необходимые документы и влился в ряды предпринимателей. Теперь Сергей начал задумываться о расширении. За помощью обратился в Центр развития бизнеса. Здесь первым делом проконсультировался со специалистами отдела поддержки предпринимательства. Кстати, Центр развития бизнеса сегодня выступает в качестве единой площадки для предпринимателей, на которой собрана вся инфраструктура для поддержки бизнесменов. Здесь работает принцип одного окна. То есть, обратившись сюда, можно получить первичную консультацию по открытию своего дела, оформить все необходимые документы и даже обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей. Через Центр поддержки предпринимательства только в этом году прошло 400 субъектов предпринимательства, именно уникальных. То есть, с самих услуг было оказано больше полутора тысяч, а непосредственно участников и получивших поддержку порядка 400. Здесь же могут помочь с регистрацией ИП или юридического лица. На базе Центра функционирует офис МФЦ под названием «Мой бизнес», где оказывают более 100 услуг. На протяжении уже полутора лет в Центре оказания услуг для бизнеса предприниматели и юридические лица успешно получают различные услуги для бизнеса, такие как регистрация в качестве ИП, регистрация юридического лица, открытие расчетного счета в банке, направление заявок на кредит в банке. Также в Центре оказываются услуги Росреестра, налоговые службы. Всего в структуру Центра развития бизнеса входит несколько отделов. Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития и даже Центр поддержки экспорта. Мы будем рады помочь предпринимателям, которые собираются только начать экспортную деятельность или уже в процессе проведения экспортного проекта, для того, чтобы помочь им сократить их расходы в этой деятельности или просто проконсультировать на различных этапах. Что же касается финансовой поддержки начинающих и действующих предпринимателей, ее оказывают в региональном департаменте финансов и экономики. Здесь в рамках реализации национального проекта развития малого и среднего предпринимательства реализуются сразу несколько видов поддержки. У нас реализуется на территории округа национальный проект по развитию МСП и в том числе в рамках проекта в этом году введены две новые меры поддержки в виде субсидий. Первое – это аренда для социальных предпринимателей и второе – это субсидия на энергоэффективность. Кстати, сейчас ведется работа по формированию пакета предложений по разработке новых и эффективных мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующее поручение было дано главой региона Александром Цибульским. Предложения и идеи в профильном департаменте отрабатываются совместно с бизнес-сообществом.